Итак, продолжаем, следующую тематику у нас – политическая разобщенность в адыгском обществе, причине ее. Друзья, адыги не были едины не социально, как мы с вами уже рассмотрели на примере набегов, они не были едины и политические. Здесь мы с вами пойдем путем редукции от частного к общему, и мы рассмотрим политическую жизнь адыгов на примере Адагумского собрания 1848 года. Оно хорошо освещено в российских документах, в актах Кавказской археографической комиссии, в архивных документах, то есть есть что с чем сопоставить. Я считаю, эта информация очень интересна для понимания политических процессов, которые протекали среди адыгов. Во второй половине сороковых годов 19 века обострились социальные отношения в адыгском обществе, потому что в среде натухайцев и шапсугов возникла идея о том, чтобы окончательно лишить их элиту. Если в конце 18 века изгнали дворян, а князей, а дворяне остались, то в сороковые годы они хотели уже уравнять в правах и дворян в том числе. Естественно, это вызвало отрицательную реакцию со стороны дворянства, и массовое желание со стороны дворян уйти переселиться в Россию. Шапсугские и натухайские старшины этим делом очень это встревожило их, и они начали созывать народные собрания, на которых должны были решать судьбу дворян и вообще решать этот вопрос. Старшины потребовали от дворян явиться на народное собрание, и Псевское народное собрание 1847 года постановило наложить на дворян, намеревавшихся переселиться в Россию, тяжелый штраф. И вот на фоне таких событий в феврале 1848 года на реке Атагум начало функционировать очередное народное собрание натухайцев и шапсугов. И ряд из положений, которые были выдвинуты на этом народном собрании, они носили достаточно революционный характер для адыксового общества в тот период. Начальник Черноморской береговой линии Бутберг сообщал главнокомандующему на Кавказе Воронцову по этому поводу. Он писал, что народное собрание в Атагуме имело обширную политическую цель – устроить из черкесских племен, населявших край от Кубания и Лобы до Черного моря, одно связное целое и поставить народ в такое положение к нам, в каком находится одна держава, независимая в другой. Таким образом, адыги поставили очень амбициозную цель создать такое свое государство. На собрании предлагали объединить все племена и выбрать мутазигов или муртазеков. Это была регулярная конная милиция, которая, как предполагалось, должна была подчиняться этому нагодному собранию. Их обязанности пытались монополизировать насилие. А как мы знаем, монополия на насилие – это одна из черных государств. И в их обязанность должно было входить исполнение полицейских функций, а также в случае конфликта с Россией они должны были стать ядром ополчения. Каждые 60 дворов должны были выставить по одному мутазеку. Контрадмирал Серебряков отмечал, что народные собрания, составляющиеся из депутатов, посылаемых от обществ, не пользовались до этого времени почти никакой властью. То есть собрались, поговорили, что-то решили, но никто эти решения не выполнял, потому что принуждать к выполнению этого решения было нечем и некому. Потому что эти собрания имели только характер совещательный для соглашения всех мнений. Учреждения постоянного ополчения клонятся к тому, чтобы придать материальную силу народным собраниям для установления единства в раздробленном общественном устройстве этих племен. То есть российская администрация достаточно четко видела вот эти политические процессы, которые происходили в адыгском обществе. Для примирения с дворянством на собрании предполагалось сохранить за ними прежние права, но дворяне должны были также выставлять мутазига. Духовенство мусульманское также ограничивалось в своих правах и должно было осуществлять только свой суд по шариату. Народное собрание выступало за мирные взаимоотношения с Россией. Вот эти натухайские и шапсукские старшины, они уже имели свой капитал определенный, своих зависимых крестьян, своих рабов, они уже были заинтересованы в том, чтобы этот капитал у них сохранялся. И это могла в том числе обеспечить и Россия. Конфликт ему явно не может. Да. Запрещалось нападение отдельных горских партий на солдатские команды, выходившие из закреплений на фуражировку. То есть дров нарубить, сено накосить. Следить за этим должны были старшины и каждому из них предавалось по 4 мутазигам. То есть это были своеобразные прообразы чиновников, которые при поддержке этих сихонных силовиков должны были осуществлять порядок, следить за порядком. Нарушители этих установлений должны были штрафоваться на серьезные суммы на 300 рублей в серебро. Большое впечатление на участников собрания произвела весть о том, что Турция признала территорию закубания российской. То есть как работала турецкая агентура. Еще в 1829 году эту территорию передали России. Россия рассылала различные документы и прокламации на русском и турецком языках о том, что эта территория российская. Но горцы до сих пор не воспринимали, что она российская. И в 1848 году эта информация многих удивила. Ну это со стороны просто Турок, да? Как говорится, пришла? Ну да, возможно со стороны Турок эта информация пришла. Просто у меня такое подозрение, что здесь активно работали турецкие эмиссары, которые всячески старались, пускали слухи. Что-то все может, да? Да, дезинформацию различную. Таким образом, часть адыгского общества остро почувствовала необходимость политического объединения. Однако условия шапсукских и натухайских старшин по политической консолидации всех адыгов, вот эти предложения, они натолкнулись на серьезную оппозицию со стороны разных сторон. Ну, во-первых, это была оппозиция со стороны других этнолокальных групп. Жители прибрежных районов от Геленджика до границы расселения джигетов, то есть до Абхазии примерно, во главе с убыхами, они отказались подчиняться народному собранию, где лидирующие позиции занимали натухайцы и шапсукин. Представители убыхов и других этнолокальных групп прибрежной полосы объявили на Адагумском собрании, что они соберут свое собрание народное, на котором будут решать вопросы внутренней и внешней политики. То есть уже начался такой раскол. Кроме этого, они протестовали против того, чтобы чужие народные собрания распоряжались на их территории. И в частности, они протестовали против того, что мутазики или мутазики вместе с шапсукскими натухайскими старшинами совершили рейд на адыгов, которые проживали недалеко от территории Геленджика. С другой стороны, дворяне также высказали свое мнение. В частности, представители дворянской фамилии Казы предложили создать общеадыгский дворянский союз. И предложили создать народное собрание, которое состояло бы из дворян. Дворянское народное собрание. Но, с другой стороны, и сами мутазики поняли, что от них исходит власть. И также начали активно проявлять свою политическую самостоятельность. Начали осуществлять, вопреки воле народного собрания, набеги на российские территории. И тем самым они повышали градус этой напряженности между Россией и адыгами. Таким образом, объединительные тенденции среди западных адыгов натолкнулись на очень серьезные препятствия. Создание институтов мутазига вызвало тревогу местных начальников. И, в частности, адмирал Серебряков призывал осуществить ряд экспедиций на территорию шапсугов и натухайцев, для того, чтобы этот институт мутазигов уничтожить. Почему эта ситуация так беспокоила российские власти? Потому что на северо-восточном Кавказе шла борьба с имамом Шамилем, который создал свое теократическое государство. И российские власти опасались перерождения мутазеков в мюридах, чтобы вот эта светская власть не приобрела вот этот религиозный окрас. А уже тогда имам Шамилем направлял на северо-западный Кавказ своих наибов, наместников. И Воронцов, наместник на Кавказе, писал военному министру Чернышеву по этому поводу. Учреждение мутазеков между черкесскими племенами действительно может иметь невыгодные для нас последствия, в особенности, если между этими племенами явится человек властолюбивый и предприимчивый, который, вознамерясь приобрести владычество наподобие учрежденного Шамилем в Дагестане, будет уметь пользоваться постоянным ополчением для насильного подчинения себе разнородных черкесских племен. Боялись повторения на северо-западном Кавказе сценария, который произошел в Дагестане и в Чечне. И он все равно произошел в какой-то мере с Махамедом Амином, да? Ну, совсем не в той степени, потому что деятельность Магомета Амина натолкнулась на очень серьезное противодействие. Как со стороны шапсугов и натухайцев со стороны вот этих старшин, разбогатевших на торговле с турками, так и со стороны феодалов. Например, есть такой автор, Аполлон Шпаковский, он описывал один эпизод, когда князь адыгский, он попросил казаков ладинских, чтобы они поймали Магомеда Амина и его убили. То есть, да, такое заказное убийство им заказал. Поэтому у Магомеда Амина на Западном Кавказе были очень шаткие позиции. У него было очень много противников, как в религиозном отношении, так и в политическом. И об этом мы поговорим в другом раз. При этом российские власти достаточно хорошо были осведомлены об этой ситуации, о тех разногласиях, которые были на Дагумском собрании. И, в частности, Воронцов писал, «Не думаю, чтобы восстановление единства было делом легким или в настоящее время даже возможным между закубанскими племенами, где существует привилегированный класс дворянства и где ныне происходят раздоры между этим классом и черным народом». То есть, российские власти видели, что идут социальные противоречия в адыгском обществе. Но, с другой стороны, они ошибались. Они презрительно называли черным народом, но они не понимали, на какие категории этот черный народ делится. Они смотрели на ситуацию своим взглядом феодальным, сословным, а ситуация была несколько иной. Летом 1848 года Воронцов также предостерегал шапсубских и натухайских старшин от притеснений российских сторонников на территории расселения этих племен. Также Воронцов обращался, он им направил свое послание этим старшинам, он писал, «Правительство наше не имеет намерения угнетать натухайцев и шапсугов. Оно оказывало уважение и всякое покровительство вашей вере и только желает, чтобы вы жили спокойно и счастливо». Это возвращаясь к политике российской власти. Главный принцип в чем? Чтобы было спокойствие, ну а счастье – это риторическое пожелание. Под спокойствием понималась законность и порядок. Однако уже осенью 1848 года стало понятно, что все это предприятие не увенчалось успехом. Муртазики, они уже разошлись по своим домам. Но несмотря на то, что была напряженная обстановка, Воронцов выступал против крупных походов в город для того, чтобы не усугублять эту ситуацию, чтобы не повышать градус конфликтности. Российское военное командование небезосновательно опасалось повторения ситуации с Шамилем. На Западном Кавказе, как мы уже говорили. На наш взгляд, на Северо-Западном Кавказе не удалось воплотить вот эти идеи создания государства по целому ряду причин. Во-первых, это были социальные разногласия между старшинами, вот этими людьми, которые обогатились на черкеско-османской торговле, и дворянами, старой аристократии. С другой стороны, были противоречия между этнолокальными группами, потому что каждая группа тянула одеяло на себя. Ну и с другой стороны, опять же, люди, которые должны были осуществлять эту власть, которые были источником власти и силы, муртазеки, они превратно как-то поняли эту идею и тоже пытались тянуть одеяло власти на себя. На этом примере, частном примере Адагумского собрания, можно наблюдать эволюцию государственных попыток построения государственных институтов в адыгском обществе, но, к сожалению, они были неудачными, с одной стороны. А с другой стороны, Адагумское собрание показывает нам то, что адыги не были едиными. У них были разногласия на социальном уровне, на племенном уровне. Ну и дальше мы рассмотрим, какие у них были противоречия на религиозном уровне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова